Всем привет! Это новый выпуск проекта New Crane. Сегодня я нахожусь в Днепропетровской области, в поселке Васильковка и расскажу вам немного о жизни местной объединенной территориальной громады, а точнее об одном интересном проекте, который здесь реализуется. Те, кто давно уже подписаны на мой канал, знают, что я интересуюсь темами возобновляемой энергетики, зеленой энергетики. И здесь как раз реализуется такой проект. Несколько лет назад здесь восстановили старую, давным-давно уже разрушенную мини-гэс, которая несколько десятков лет не работала. Теперь же эта станция восстановлена и она снова вырабатывает электричество. Сейчас проедем туда, на место, поговорим с менеджерами этой электростанции и узнаем подробнее, как же был реализован этот проект здесь. Еще в 2016 году на этом месте были просто развалины. Теперь же тут вырабатывает ток единственная в Днепропетровской области мини-гэс, которая использует энергию реки. Громаде удалось найти инвестора и предложить ему возродить старую советскую электростанцию, которая закрылась полвека назад. Так в поселке появились новые рабочие места, а местный бюджет стал получать налоговое поступление. История объекта. Этот газ был, в принципе, построен примерно в 1952 году или 1953. Проработал он не очень много, по-моему, год или два. И потом благополучно закрылся. Он подавал напряжение на зельковку, там на пару улиц. Ну, напряжение было небольшое, выработка небольшая. Потом это здание заброшено, было заброшено и полностью почти развалено. Здесь были одни развалины, ну, мусор, такое все, что территория была абсолютно ни к чему не пригодна. Потом появились инвесторы, таковые, посмотрели, сложили свету, заключили договор с нашим поселковым советом или с Ромадой, выиграли тендер на постройку этой мини-гэс и приступили к строительству. И буквально за пару лет достроили здание, завезли оборудование, кстати, в основном украинского производства и благополучно запустились. Доминальная ее, конечно, мощность, что трансформаторная подстанция 160 кВт, что генератор 160 кВт, но проектная мощность ее 120 кВт в час. Сейчас она выдает, как мы видели, 118-170 кВт. Сами из расчета посчитайте, если дома воспотребление, например, телевизор 50 кВт, ну, берем каждый дом, к примеру, это без нагревательных приборов, полностью освещение, вся аппаратура примерно кВт. Больше вы не возьмете, ну, 100, получается, домохозяйство, 120, если есть, запитать. А вот эта электроэнергия, она используется для нужд поселка или она просто подается в общую сеть? Она подается в общую сеть через 10 тысяч линии. Объем инвестиций в мини-ГЭС составил около 8 миллионов гривен. Благодаря новой электростанции в Васильковке появилось 5 новых рабочих мест. Пускай это и немного, но для таких небольших поселков каждое рабочее место на счету. Кроме того, электростанция использует в основном отечественное оборудование, а это значит, что реализация подобных проектов по всей Украине позволит загрузить работой отечественные машиностроительные заводы. Это турбина производства Харьковского завода. Ну, из электроники. Сименс, например, пускатель. А так в основном украинское все оборудование. Больше радует. Это наша громада подыскивала инвестора, потому что стояла пустырь, все заброшено. Нужно как-то развиваться. Пришла такая мысль в голову. Если есть возможность, почему не открыть что-то такое полезное? И нашли, там были еще инвесторы, но именно выиграла эта фирма «Энергоактив-1». Они предоставили проект, всю документацию, строителей, все. Громада чем могла, помогала, конечно. Стояла пустырь, а теперь территория облагороженная, в громаду налоги, люди получают зарплату. С любой стороны плюсы. Даже в зимний период, получается, и вода попадает больше кислорода из-за каскадов воды. Реформа децентрализации дала возможность вот таким небольшим городкам и поселкам оставлять больше денег в бюджете. Соответственно, заинтересовало руководство таких вот ОТГ в том, чтобы привлекать больше инвестиций и больше денег, как говорится, привлекать в местные бюджеты. И вот благодаря в том числе этой реформе децентрализации стали возможны такие проекты, как эта мини-ГЭС, которую мы сегодня посмотрели. На этом на сегодня все. Это была новая серия проекта «Ньюкрейн». Подписывайтесь на мой канал. Я и дальше буду продолжать вас знакомить с реформами и инновациями, которые реализуются как в Украине, так и в странах ЕС. А пока я прощаюсь. До следующего раза. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok